На итоговой выставке, на выбор любого наместника или его представителя, мы представляем живописное полотно «Лучший язык» создают в коллекции. Допустим, у отца Агустина уже целый музей образовался. Отец Аркадий на 2000 квадратных метров уделяет территорию для создания галереи. Мамушки, которые представляют женский монастырь, иногда нам сама звонят. Виталий Васильевич, чуть давно ваших дружинков не было, когда вы к нам приедете, у меня картины кончились, мне к спонсорам надо ехать. Детей нужно в пеннирский лагерь отправить, детей нужно подготовить к учебному году, дайте нам картину. Ну вот как бы на этих взаимных интересах, где не деньги, а какие-то морально-этические формы, взаимоотношения являются основой нашей деятельности, собственно и работает наш проект. В какой-то части и светская публика принимает участие в нашей работе, но к несчастью, этот год особенно нас сильно подкосил. Мы потеряли два города, Нерехт и Галич, только по одной причине ставка была сделана на административные власти, на территорию. Монастыри ни один нас не подвел, более того, в монастырь Галич и Нерехт, одного звонка хватило для того, чтобы с Ростом Великим решить все наши административные вопросы. Это вот география наших проектов, более 30 городов, презентация данная немножко устарела уже, более 30 городов, охвачено нами на 2021 год мы 14 городов. Берем наша последняя точка, это Улан-Удэ, но правда вот из-за того, что граница закрыта, мы еще до конца не определились, будем мы работать в Улан-Удэ или нет, нас там ждут посольства, в Улан-Удэ, но вот пока вот как-то все подвисло. Эти всякие, так сказать, наши точки базовые, они являются только порной платформой, а еще осуществляются радиальные выезды, опять же, по монастырям, по храмам, по приходам. Здесь на этой карте представлены географии участников, очень много представителей из-за рубежа, и Китая, и Америка, в общем, работают очень так активно. Всего 7 стран, точнее, в Улан-Удэ, на самом деле уже более 15-18 стран было. Ну и вот так, собственно, выглядит сама Хроника, как вы даже работают, как вы видите, как же зимой у художника, как его работают. Для художника мы обязаны обеспечить проживание и питание, а самое главное, что ему нужно, это живая натура. Если Точкине интересно, ему делать там нечего, как его не кормил, он к вам никогда не поедет. У художников набираем на конкурсной основе, только члены Союза художников, это принципиальная задача, потому что если художники плохие, мне Настатин скажет, и чем не привез, зачем мне это все нужно. Точно так же и мне, если я от художника получаю плохую картину, а нам, ну да, зачем, закламать личное пространство в квартире, это совершенно невозможно. Но художники у нас, помимо того, что высококвалифицированные, они еще и отчаянно влюбленные в свое дело. Как правило, это фанатично настроенные люди. И плюс к тому, что является, по-моему, даже самым большим ростом, то, что это люди религиозные, как правило. К нам не поедут люди, которые выпивают водку, которые курят, которые там едут потусить, с девочками пообщаться. Это люди, которые уже на входе знают. А, к Василию там нечего делать, с ним у него не погуляешь. Или на бару. Ой, Виталий Васильевич, а возьмите, возьмите. Для меня так важно, я мечтал побывать в этом монастыре. Ну вот, эти картинки, они говорят о том, что мы не только функцию такой формально-полимерной работы выполняем, но в том числе стараемся оставить свой свет в воскресных школах, в игрушечных школах, в студиях, куда мы идем на контакты, выстраиваем творческие встречи, работаем с молодежью. Для нас это принципиально важно, потому что если город, если молодежь, если родители, дети не узнают о том, что собой является наш проект, значит, не будет поддержки от городских властей, не будет удовлетворенности у священников, которые нас принимают, им, простите за это полшевое слово, пиано, укрепление имиджа, тоже важны, и для налажения связи с городской администрацией, с властями местными, вот такие наши услуги, которые мы оказываем, гастролеры, приехавшие там из Российской Академии Художеств и Сорковского Института Художества высочайшего класса, имена которых составляет пантеон современной художественной школы, для них это уже событие самого Сибирска, в какой-то маленький городок Сторожок, Старицу, Нельцу, Галич, приехали такие люди, вот на встречных интересах строится, естественно говоря, наш проект. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать, помимо камерской планерной работы мастер-классов, у нас много выставочной работы, выставочная работа, в том числе и за рубежом, 8-м выставок в Индии, в Италии, в Германии, ну, в общем, так стараемся еще русской искусствой представлять вам местные сферы. Хотели еще сказать, что это вести? Да, мы даже в исключительном расстане смотрели, кстати, по сторонам. Мы заинтересованы в том, чтобы свою вот эту фондовую базу как-то популяризировать, представлять ее максимально широко, вот, ну, если на то будет ваша воля. Спасибо большое. Мы мечтаем поработать в Великом Новгороде, потому что, конечно, любой нормальный русский человек понимает, насколько это богатейшая культура, история, насколько это ценная фактура, насколько это вообще, как бы, объект притяжения очень сильный и важный для нас. И если вдруг...